МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси доручил снять с посад всех виноватых за незабеспечение належных умов господарения и вытворчей дисциплины у агрохолдингу Купаловское. Такое доручение керавник державы дал подчас рабочей поездки в Могилевскую область. Керавники, которые присутствовали на этой встрече, не ждали, что президент сразу отхилит пропонованный маршрут и пойдет не туда. При взгляде молочно-товарного комплекса «Слежи» Александру Лукашенко открылась непрезентабельная картина. Комплекс работает два года, но вызывает смущенное уражение. Оказалось, что коровники, у которых утримливаются живеолы, в жудесных умовах. В окол технологичные порушения. Парадку не убачил президент и в утворчих помешканиях. Оказалось, что за фасадом на мехдворе схована ржавая техника, захламленная сарая, металлолом, разобранные погрузчики. Бачена безгосподаршись и безладный подход. Александр Лукашенко открыл усе зачиненные двери, пройшелся по территории и по гутору с работниками комплексу, которые явно не чекали убачить президента у таких схованных адвачей закутках. Задающие вопросы вот так, напрямую можно оценить реальный стан справ. К вечеру, чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать конкретно. Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудит по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват нарушники сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал? Детянов сюда переходит руководителем, может мы с ним сработаемся. Лавренкова вернуть в Штоловский район, исполняющем обязанности, пока будем руководителя искать. Без помощника обойдемся пока. Через два месяца я пройду все эти хозяйства. Уверен, что в рабочем будет то же самое, если не хуже. В городище. Примерно то. Может быть, чуть лучше Кирова и Фрунзе. Выстроить систему, так как я сказал. Выстроишь, сработаешь, махину эту толкнешь, будем говорить о будущем. Не дай Бог, не справишься. По выниках наведывания района президент принял принциповое кадровое решение за незабеспечение належных умов господарения и вытворческой дисциплины у агрохолдингу Купаловское. Кировник Штоловского района Василь Витюнов накераван и працаваць кировником гэтага агрохолдинга. Сёння ж был працавленный выконваючий обовязки старшыни Штоловского райвыконкама. Гэта зараз уже экс-памошник президента, инспектор по Могилевской области Геннадзь Ларуанкоу. Губернатор региона Владимир Даманевский зняты с посады. Выконание обовязка у старшыни Могилевского райвыконкама ускладзена на першага намесника Миколая Каротина. По остатних кировниках Александр Лукашенко доручил администрации президента у самые короткие термины унести пропановы. Так само подчас поездки обмерковывались эффективность и развитие сельской господарки в целом и выники працы агрохолдинга Купаловской у приватности. Сегодня президент выразно дал зрозуметь, что складанные сельгаз-предприемства не застанутся без уваги. Я вот прочитал обзоры, особенно по России, ну понятно, что они специально там плевузгают языком, что вот не дал эффект и прочее. Вот Лукашенко тут опять поехал по селу, потому что нет эффекта, ну чуть ли нам есть нечего. Надо понимать, что да, убыточная хозяйство, надо понимать, что без этих убыточных хозяйств мы запросто можем жить и работать. Потому что та часть модернизированного сельского хозяйства, который мы вот так модернизировали, оно дает нам полностью полное потребление внутри молока и на экспорт. Поэтому мы те 20-25% слабых хозяйств, которые у нас еще есть, мы вообще без них можем обойтись в плане производства продукции. Но там же живут наши люди, там же есть почва, земля, которую надо обрабатывать. Поэтому мы не бросаем эти хозяйства, деревни и людей, а поднимаем их наверх до уровня этих хозяйств. И инвесторы приходят, и это подсадят. Поэтому я для чего говорю, для того, чтобы понимали, что нам надо 100% земли, почвы, которая находится все в оборотах, поднять. Нам надо создать нормальное производство, так как мы сделали на 70-80% хозяйствах. И главное людей. Там же люди, мы же не можем оставить их без внимания. Вот в чем смысл сегодняшних разговоров. Плюс новинка, новое что-то должно быть, новые виды продукции, импортозамещения и так далее. Вот в чем суть сегодняшней проблемы. Нагадаем, президент дал доручение по створению агрохолдинга Купаловская два с половиной года тому. В червене минулого года тут же Александр Лукашенко заявил, что это проект государственной важности. Однако развивается он повольно. По кольке президент ведает каждую господарку в Шкловском районе, то минавито тут отпрацовываются шматликие решения для АПК и по модернизации района в целом. Протягиваем выпуск. В Гомеле сегодня обмерковали шляхи активизации сопрацовництва с религийными организациями. Для того, чтобы разговора держалась больше предметной, на посадочении Гарва Конкама запросили представников, деящих в областном центре конфессии. Об выказанных пропоновых и принятых решениях – материал наших корреспондентов. Православные, католики, мусульмане, христиане, веры евангельской, адвентисты сьомого дня, бахаи. Сегодня в Гомеле зарегистрированы 64 религийные приходы 15 конфессий. Когда меркалась по выниках опытания, которое было проведено в начале этого года, больше 60% респондентов лишат себя религийными людьми. При этом религийные установы наведывают усе без выключения, опытанные, правда, с разной периодичностью. Что тыжится непосредной деянности организации, то никаких порушений у деючого законодавства тут не отзначено. Вся работа прошлого года показала, что нарушений нет, и работают все достаточно конструктивно, и многие в достаточно плотном взаимодействии, как с органами исполнительной власти, так и с другими общественными организациями. Мета посержения Гомельска Гарва Конкама – не только анализ деяностей религийных организаций, а также активизация сотрудничества с ними, сирот огученных пропанов, распространение туристических маршрутов с унесением у их культовых будинков, организация субботников на территории приходов. Обращая наведение парадок, это позволит проводить профилактическую работу сирот граждан и знакомых с культурными и религийными традициями. Оказание допомоги тем, кто имеет у нее реальную потребу. Причем у этого на керунку уже многое сделано. На приконце минулого года областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа» и Гомельская епархия Белорусской православной церкви открыли кризисный центр для особей, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. А прошу того, летость епархии выдатковала маль 30 тысяч рублей на лишение и реабилитацию хворых детей. Займаются доброшинностью и римско-католицкие приходы. Для детей Гомеля и так само Гомельской области видим, что многие детки инвалиды, которые находятся на утромании батьков, не имеют такой возможности, как здесь разом споткаться, отпочить или провести реабилитацию. И еще одно подтверждение реальности развития конструктивного диалога. В прошлом году Гомеля в 30 раз пройшел межконфессионный субботник, который по куль в Беларуси аналогов не имеет. Доброупорядкованием города разом занимались представители разных вероизнений. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Тельдарадо, компания «Гомель». В Беларуси на этот день проходит заключный этап республиканской олимпиады по учебных предметах. Непосредственно в нашей области он проводится в Жлобине по працеванным навучениям и Гомеле по химии и биологии. Кто может отримать заповедные дипломы, подекавился Олег Сентюров. В церемонии открытия заключного этапа по химии и биологии у Гомеля больше нагадывается точный концерт. В рейсе, в программе не только теоретичные и практичные туры, а и насыщенная культурная программа. Сегодня-то в заключном этапе по химии принимают удел 122 навученцы, по биологии 120 и каждый марш, когда не перемозят, то, как минимум призовым месяцем для шмат кого, это заправдывается в изначальное споборненство. В настоящее время происходит бурное развитие этих наук, и не столько конкретно этих наук, сколько наук на стыке. Биохимия, биофизика, биоинформатика. Теоретичный этап по химии – это 5 годин выращения задач. На столах ничего лишнего. Таблица Менделеева, калькулятор, авторучка и шиток. Половая его выкористовывается, как черновика. Сладняя частка служит чистовиком. В спречных выпадках их поравнание да поможет принять объективное решение. Что в этой складанности задач, то для их выращения школьной программы недостатково. В задаче обычно есть несколько вопросов. Есть очень простые, а потом они усложняются, усложняются, и в конце, конечно, есть очень сложные. То есть это вузовский материал. Те, кто читает, те, кто интересуется, фанаты, тот ответит. Кто не читает, тот ответит только в рамках школы. И, собственно, наша задача их, так сказать, распределить по местам. Кто сколько может и кто сколько знает. По куль областным лицеем проходит теоретический тур. В Гомельском держуниверситете рихтуются лаборатории. Установа брана не выпадково. Тут есть все необходимое для проведения испытов такого взрыва. Завтра у учеников Республиканской олимпиады по химии и биологии практичный этап. И он пройдет на базе биологического факультета Гомельского державного университета. Имя Франциско Скорины. Конкретных заданий тут, зрозумяло, никто не ведет. У работников факультета есть только список обстаневаний, которые необходимо подрабатывать для проведения олимпиады. На час проведения практичного тура в охот в доме обмяжуют. Занятки будут проходить в соседнем корпусе. Но и сейчас трапить в лаборатории могут только члены журы и сотрудники университета, которые им допомогают. Для журналистов делаются выключения, но видосдымки частковых постелеваний заборонены. В первую очередь того, по которому можно загадаться, какое задание отримают в деньнике олимпиады. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель». В будущем листки часовой непроцездольности станут электронными. По коль же их оформление в паперовом варианте спрашается. Так перейти на систему электронной охоты здоровья будет больше зручно. Зараз у поликлиниках еще достаточно бланков старого узора. Коли они закончатся, тогда перейдут на новые. Какая от этого корысть для пациентов, доведилась Марина Джалы. С затлумочением измены в оформлении листков непроцездольности наша сдымочная бригада отправилась в филиал номер один Гомельской центральной городской поликлиники. Тут обслуговывают больше 50 тысяч человек. Что день урачи выписывают от 50 до 100 больничных листков. Урач огольной практики Светлана Короткая каже, что новое оформление для ее работы будет докладно больше зручным. Намного удобнее, потому что не пишутся места работы, потому что пациенты не всегда могут сразу сказать место работы исправлений стало меньше, поэтому время сокращается. Вот в этом стало лучше. Али то, что на листку непроцездольности больше не треба писать место работы пациента, ни один изменение. С недавнего времени вы начали оформлять больничные листы по-новому. Изменился и перечень лиц, которые могут получить больничный лист. Но я думаю, что не только мне, но и телезрителям будет интересно узнать о подробностях. Да, вы правы. С 31 января 2019 года вступила в действие новая инструкция о порядке оформления и выдачи листков нетрудоспособности, которая утверждена постановлением Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты от 4 января 2018 года, номер 1.1. Значит, здесь расширился перечень, кому положена выдача справок. Например, в частности, мы начали выдавать справки лицам трудоспособного возраста, безработным, которые не состоят нигде на учете, в органах по труду, занятости и соцзащите. Изменился порядок и выдачи листков нетрудоспособности по уходу за ребенком до 3 лет. Значит, в частности, если мама сейчас находится в декретном отпуске и работает на неполный рабочий день, то в данном случае выдача листков нетрудоспособности в случае болезни ребенка будет положена только маме. Конечно, в каждом правиле есть исключение. Если, например, мама заболела и тоже не может ухаживать за ребенком, тогда, конечно, листок нетрудоспособности будет выдан другому лицу. Но здесь это решается в каждой конкретной ситуации. Также изменилось в случае болезни мамы по уходу за ребенком до 3 лет. Значит, если раньше мы требовали от родителей справочку о том, что ребенок не посещает детское дошкольное учреждение, то сейчас уже эта справка не нужна. И если мама болеет, и ребенку до 3 лет, то будет выдан листок нетрудоспособности, без учета того, посещает он детский садик или не посещает. Так само есть махчимость продолжить листок непроцездольности человеку, и кидоглядая за хворым детям в возрасте до 14-ти годов, а любой детям-инвалидам в возрасте до 18-ти. Это махчима, когда детям оказывается медицинская допомога в стационарных умовах, а вернуться до дома после выписки в той же день за отдаленность больницы не отрымливается. Это нововведение поширили махчимости для вызволения человека от працы в связи с хворобой в первую очередь членов его семьи. Уведение нового формата бланка дозволить больше органично улиться в систему электронной охоты здоровья в целом и обмениваться оперативной информацией с Фондом социальной обороны насельництва. Марина Джалая, Валерий Хапанько, Телерадо и компания «Гомель». Мокрый снег, гололедеца, порывистый ветер, пераменливость характерная рыса соковика. После отыдня теплого «Амаль-Красавицкого» на дворе температурный режим вернулся у звыклой климатичной рамки. Сегодня про территорию Беларуси перемешается холодный атмосферный фронт, вслед за яким произошло больше холодное поветро. Раница выдалась снежной, водителям варта быть осторожными, дороги слизкие. Ближайшая ночи чакается до минус 2 градусов. Завтра у день слубки термометров поднимутся до плюс 6. Будет переважно без опадков. До вечера махчимы невеликий снег. Але похолодание будет короткочасовым. Характер на дворе изменится у ближайшие выходные. С заходней Европы до нас почне поступать больше теплое поветро. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершены. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Действительно горячими выдались минувшие сутки для спасателей Гомельской области. Зарегистрировано 5 пожаров, в результате которых одно строение уничтожено, 3 повреждены. В Светлогорске спасли хозяина горячей квартиры. Еще восьмерых жильцов дома эвакуировали. В 23.11 в Центр оперативного управления поступил сигнал о том, что в микрорайоне Молодежном горит квартира в многоэтажке. Спасатели среагировали мгновенно и уже через несколько минут на месте ЧП работали первые подразделения пожарных. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в общем коридоре 8 этажа на полу был обнаружен хозяин горящей квартиры. Мужчина был вынесен на чистый воздух и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения его госпитализировали в медицинское учреждение. Кроме того, с этажей 8 и 9 были эвакуированы 8 человек, в том числе один ребенок. Они не пострадали. В деревне Козероги Лоевского района пенсионерка 1942 года рождения пыталась потушить пожар самостоятельно. Получив ожоги одной из кисти и рук, женщина все же была вынуждена прибегнуть к помощи пожарных. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили открытое горение деревянного сарая. Хозяйка строения на момент прибытия подразделений находилась у соседей. После ликвидации возгорания она обратилась к работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с ожогами женщину доставили в медицинское учреждение. Причина пожара устанавливается одной из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. Дорожное происшествие в Гомеле. На пересечении Советской и Жарковского легковушка сбила пешехода, пострадавшая с травмами доставлена в больницу. Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке примерно в 11.30. Автомобиль Kia Klarus наехал на 41-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу напротив здания областной филармонии. Свидетели происшествия рассказывают о том, что в момент совершения ДТП светофор не работал. За рулем иномарки находился 27-летний мужчина. Предварительно установлено, что пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В соседней полосе остановилось транспортное средство для пропуска пешехода. Сдали нервы на дороге. 53-летний водитель не нашел слов, чтобы объяснить обидчику, что тот не прав. В оперативно-дежурную службу железнодорожного РВД Гомеля обратилась 29-летняя гомельчанка. Она сообщила о том, что неизвестный мужчина распылил ей в лицо содержимое газового баллончика. Поводом для неадекватного поступка мужчины послужило некорректное перестроение из одной полосы в другую. Потерпевшая рассказала, что двигалась на личном автомобиле по улице Лепешинского в городе Гомеле. При перестроении создала помеху другому автомобилю. Иномарка обогнала ее автомашину и вынудила женщину остановиться. Обиженный водитель подошел к водительской двери обидчицы. Гомельчанка опустила окно, спросила, что случилось. В ответ мужчина достал перцовый баллончик, распылил ей в лицо, вернулся к своему автомобилю и уехал. Автолетия оскорбилась нежентльменским поступком мужчины и решила не спускать произошедшее на тормозах. Оперативники быстро вычстрелили хулигана по записям с камер наблюдения, расположенных на близлежащих зданиях. И вскоре 53-летний гомельчанин давал показания следователю. Возбуждено уголовное дело. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси выиграла общекомандный зачет юниорского Кубка Европы по дзюдо. Турнир проходил в Афинах. На счету белорусов пять медалей. Три золота и две бронзы. Одну награду высшие пробы в копилку сборной принес гомельчанин. Егор Трухан стал победителем турнира в весовой категории до 73 килограммов. Еще одна воспитанница областного центра Олимпийского резерва единоборств Виктория Новикова заняла пятое место. Кипели спортивные страсти на татами в Гомеле. Причем в весьма серьезном масштабе. Более тысячи участников из 11 стран собрал международный детский турнир по дзюдо Кубок Прайда. Сильнейших выявляли в трех возрастных категориях. Самым маленьким участникам 8 лет, старшим 13. Поединки проходили сразу на семи татами. Популяризация и развитие именно детского дзюдо. Такую цель ставят перед собой организаторы. А подобные турниры дают бесценный для маленьких спортсменов международный опыт. Если вот таких больших турниров будет побольше и побольше будем ехать и бороться, у детей будет опыта, очень большой опыт будет. Пока они повзрослеют, у них не будет потом стартового момента, страха не будет, ничего не боится потом. Приехали очень сильные ребята, подготовленные и конкуренция высочайшая. Это наши звездочки дзюдо, как говорится, потому что в ближайшее время эти звездочки станут звездами, высокими звездами. Это наша база, поэтому наш клуб прежде всего занимается пропагандой и развитием детского дзюдо, и пропагандой здорового образа жизни, прежде всего хочу заметить. И мы очень внимательно относимся к развитию дзюдо на Гомельщине. Нынешний Кубок Прайда второй по счету в минувшем году турнир собрал спортсменов из шести стран. Хоккеисты Гомеля с победы стартовали в Кубке развития. Рыси не испытали особых проблем в поединке с Бобруйском на его льду. Победа 7-1. Следующий соперник, Гомельчан Баранович, игра пройдет в Гомеле завтра. Завершится Кубок развития 27 апреля. Завтра состоятся поединки 22-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Все представители нашего региона играют дома. Центральным поединком игрового дня можно назвать противостояние двух представителей лидирующего квартета. Гомельской Быче и Оршанского Витена. Игра пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 17.30. В 20.00 на этой же арене начнется матч между первой и последней командами чемпионата. ВРЗ и столичной территорией. Светлогорский ЦКК принимает у себя лид сельмаши. Этот поединок стартует в 18.00. В женском чемпионате страны по гонболу стартует второй этап. Команды из сильнейшего квартета вступят в борьбу завтра. Гонбольный клуб «Гомель» начнет решающую стадию национального первенства в качестве лидера. Гомельчанки ждут в гости городничанку. Матч пройдет на паркете дворца игровых видов спорта. Начало в 18.30. Поединок в Минске между Бенту «Белас» и «Витебчанкой» стартует в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта познакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.